друзья всем привет сегодня тема эфира преступления хорошей девочки только вдумайтесь преступления хорошей девочки тему я выбрала совершенно не просто так сейчас я так не буду я у меня не получается закрепить тему и я попрошу тех кто присоединяется напишите пожалуйста большими буквами тема эфира двоеточие преступления хорошей девочки если вам это сделать несложно напишите пожалуйста и мы будем приступать поговорим сегодня о том какие же преступления конечно же это метафора и я ее подобрала не просто так потому что действительно если мы рассмотрим а сейчас мы рассмотрим синдромы хорошей девочки то вы убедитесь что этот сценарий потому что это не что иное как сценарий который был сформирован в ходе определенных событий жизненных он сильно сильно мешает жить и портит в прямом смысле этого слова жизнь а не спасибо тебе огромное за тему прикрепляю комментарий и поехали так вот преступление хорошей девочки поставьте пожалуйста плюсик в комментариях если вам в принципе этот синдром знаком синдром хорошей девочки поставьте плюс в комментариях если вы замечаете его у себя на самом деле внимание этому синдрому уделяется не так много да вижу ваши плюсики уделяется не так много и в целом об этом не принято говорить потому что как будто бы есть всегда что-то более важное ну зачем говорить о синдроме хорошей девочки когда гораздо кликабельнее заголовки например да что делать если ваш муж вас объюзит или как привлечь мужчину мечты или как стать женщиной на миллиард и так дальше то есть такие темы конечно же они привлекают больше внимания потому что смотрите они очень часто обращены на других людей то есть когда мы говорим про то что как мне там встретить определенного человека или не встретить определенного человека или как мне стать то это очень часто идет речь про будущее а про будущее мы особо ответственность вот здесь и сейчас не несет вы согласитесь когда мы говорим про будущее это будет и там в будущем не очень много не очень много пока моей ответственности безусловно я как взрослый эту ответственность предполагаю что мне придется ее нести но тем не менее когда мы говорим про синдром хорошей девочки мы говорим про настоящие потому что синдром хорошей девочки спасибо за ваши лайки ставьте их побольше потому что синдром хорошей девочки он проявляется здесь и сейчас он про настоящее и про прошлое в котором этот синдром очень долго длился вот Чувствуете вот эту разницу, мне кажется, она просто, если вы ее поймете, вы ощутите, почему этому синдрому и этому сценарию, синдром равно сценарий, не уделяется такое внимание, еще раз, потому что это очень сильное столкновение с реальностью, с тем, как есть на самом деле, вот этот момент зафиксируйте, да, и поэтому, еще раз, все заголовки и темы эфиров, постов, программ, которые направлены на будущее, они внушают большее количество энергии, сил и вообще, знаете, такого предвкушения, потому что пока это будущее, пока я к этому только подойду и как-то что-то с этим начну делать. Соответственно, давайте сейчас немного поговорим о том, как эта хорошая девочка проявляется, если вдруг кто-то не знает, и дальше перейдем уже непосредственно к тому, какие преступления еще хорошие девочки совершают по отношению к себе самой. Первое и один из таких важных пунктов это ориентация на мнение окружающих, ориентация на желание окружающих и совершенное непонимание то, чего я хочу на самом деле, да, то, в чем я нуждаюсь больше всего. То есть там не только речь идет про желание, но и про потребности, потому что, безусловно, сначала идут наши потребности, это то, что необходимо, ну, например, у вас есть физиолог, у нас у всех есть физиологические потребности, и мы не можем их игнорировать. Но смотрите, если у девушки есть синдром хорошей девочки, она может, просто вот кто сейчас, я приведу такой пример, кто сейчас может себя вспомнить. Допустим, вы находитесь, не знаю, на каком-то мероприятии, какое-то событие, там много людей, и вы захотели в туалет. И вместо того, чтобы встать и пойти, вы можете думать, блин, а удобно это или нет, а если я встану, я привлеку внимание, а я стесняюсь, чтобы на меня смотрели. Вот это уже проявление синдрома хорошей девочки. Если у вас хотя бы раз такая мысль была, а у хороших девочек, ну, в разных контекстах она бывает, то, поверьте мне, это еще только вообще цветочки, листочки и начало всего развития этого синдрома. Так вот, получается, что игнорирование своих потребностей, потребности, это вообще вот наша база, основа, то, на чем, в принципе, мы все строим. А, так вот, вот про что это, я только в этом году осознала, что много-много лет всегда со многими советовалась и не опиралась на свой внутренний авторитет. Да, да, Карин, это про это. Вопрос, понимаешь, а был ли у тебя в своих глазах свой авторитет? Вот что важно, потому что хорошие девочки не видят своего авторитета, они видят авторитет во всех, кроме себя. Да, чувствуете разницу во всех, кроме себя, и поэтому я не настолько для себя важна, да, пример в точку, я не настолько для себя важна, как то, что я вдруг встану, буду громко каблуками стучать по полу, и все обратят на меня внимание, поэтому я буду хотеть удовлетворить свою физиологическую потребность, но не решаться это сделать. Да, конечно, авторитет собственный, что такое вообще авторитет? Авторитет. Авторитет это состояние взрослого, когда я понимаю, что мне подходит, что мне не подходит. Это пиздец. Да, это правда пиздец, если с этим не работать. Так вот, получается, что собственный авторитет это взрослость, это настолько, насколько я взрослая, и почему, когда мы говорим про хорошую девочку, мы еще говорим про то, что это люди, это женщины, которые могут до конца своих дней находиться в очень детской позиции. На прошлой неделе я давала вам серию сториз, где мы разбирали пример, и мы еще больше будем в этом исследовать, да, эти все моменты, и поверьте мне, что вы будете обнаруживать все больше и больше те сферы, в которых этот синдром проявляется. Так вот, смотрите, хорошая девочка, она находится в состоянии ребенка, и такие женщины, они могут жить до конца своих дней в состоянии ребенка, вот, да, пишите свои вопросы, и осознание обязательно, потому что будем их обсуждать. Так вот, соответственно, до конца своих дней такие женщины могут жить в состоянии ребенка, и поэтому им сложно сделать какие-то решения, принимать какие-то решения, да, принимать решения в своей жизни, быть уверенным в том, что я могу принятое решение держать. То есть, смотрите, мало принять решение, потому что на эмоциях можно принимать кучу решений, вы же понимаете. Но другой вопрос, насколько я это решение готова удерживать, потому что не каждое решение мне по силам, понятно, да? Соответственно, первый показатель, то, что есть синдром или сценарий хорошей девочки, это отсутствие собственного авторитета, вот, как Карина подметила, это детская позиция, это вот такое стеснение, я боюсь быть неудобной, мне не хочется к себе привлекать внимание, я какая-то очень маленькая. И это очень часто на уровне тела вообще легко идентифицируется, особенно, когда вот я работаю с людьми регулярно. Просто человек, представляете, я, в принципе, даже вот, когда в зуме мы сидим, это вот так вот примерно. И даже уже по телу можно определить девушек, у которых есть этот синдром хорошей девочки в большей степени или в меньшей. И поэтому, конечно, преступления хорошей девочки, это в том числе игнорировать даже уровень своих потребностей. Вот как я привела пример с туалетом. Да, насколько я готова удерживать свое решение? Классный вопрос себе, спасибо. Да, 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 то есть насколько я готова удерживать решение, то есть не только принять решение, это знаете, я решила расстаться со своим мужем. Ушла на три дня, а через три дня он меня вернул, да. Где здесь удержание? Вроде бы я взяла ответственность, да, там в состояние взрослая вошла, взрослого вошла, но потом он меня забрал. То есть хороших девочек кто-то забирает, детей кто-то забирает из садика. И представьте, значит, вот этот муж, он пошел и забрал, как если бы это был маленький ребенок пятилетний, который в садике. Даже дети там уже, наверное, с класса, ну у всех по-разному, там с класса третьего, пятого, сами самостоятельно добираются до дома без родителей. Сто процентов, когда эмоции на самом верху, хочется все сразу реализовать, а как дохожу до дела, страшно, что подумают. Страшно, что подумают, конечно, вот эта ориентация на мнение окружающих, как будто бы окружающие знают больше. У хороших девочек еще есть вот такой момент, что они не замечают свой возраст. Это знаете, так как я работаю, я немного голову задираю, потому что у меня лампа вверху, и когда я ее опускаю, вот эта красота у меня вылезает. Поэтому я немножко голову задираю. Это я сейчас смотрю, просто я всегда вот так, знаете, закидываюсь, в общем, закидываюсь, свет ловлю. Так вот, смотрите, эти женщины, вот они растут с этим сценарием хорошей девочки, и что происходит? Происходит то, что они не чувствуют свое взросление, то есть даже по годам. Хотя понятно, такая вот в обществе мысль-то культивируется, что неважно какой возраст, и это правда, мы можем вообще в любом возрасте выглядеть по-любому, да. Но когда девочки не понимают объема своего тела, вот они приходят ко мне на сессии, и я говорю, слушай, вот у тебя есть цель, ты хочешь снизить вес, дашь тебе по здоровью, да, врач уже сказал, все вот как бы стоило бы. И девочка говорит, да, я очень хочу, очень хочу, очень стремлюсь. И я ей говорю, вот ты знаешь, сколько ты весишь, или ты знаешь, какой у тебя точный размер, ты знаешь, какой размер для тебя будет комфортным сейчас носить. И она всегда называет минимум на один, а то и на три, на пять размеров, кто-то там называл мне, меньше. То есть женщины не чувствуют своих объемов. Вот то же самое с этим синдромом хорошей девочки. Они не чувствуют, что это, например, это уже женщина, у нее есть этот синдром хорошей девочки, у нее уже двое детей, а она по-прежнему воспринимает себя какой-нибудь 15-летней девчонкой. Так, раньше спрашивала всех своих родных, и только потом на их ответах строила свое мнение. Оно могло отличаться от мнения остальных, но без их опроса я сама решение принимала тяжело. Почему? Ирина, ну вот, собственно, потому, как мы с вами и говорим, да, что вот эта оглядка на окружающих, я не готова брать ответственность даже за свое мнение, не то что за свои действия, даже за свое мнение. Мне надо собрать консилиум, со всеми посоветоваться и дальше что-то с этим сделать. Да, непонимание своих размеров, я на себе это испытала, выбирала вещи на размер меньше. Вот именно, то есть незамечание себя, вы представляете, то есть если вы не видите реальное положение дел, что, например, у вас уже есть дети, а вы западаете в этот синдром, или вы на самом деле размера там XXL, а вы покупаете себе L, так мало того, что вы еще хуже себе делаете, да, свое тело стесняете и делаете ему больно и плохо, так вы еще и в поведении, соответственно, как-то проявляетесь, ну, в соответствии с этим сценарием. То есть еще раз, ориентация менее на окружающих. Я всегда вещи покупаю на размер меньше. Полина, это очень такой серьезный сигнал. Я всегда покупаю вещи на размер меньше. Думаю, что похудею. Но когда похудеете, тогда и купите себе вещи по размеру, понимаете? Хорошо, идем дальше. Отсутствие или размытость личных границ. О чем это говорит? О том, что нет понимания, где мои личные границы заканчиваются и где начинаются границы других людей. И, конечно, хорошие девочки, вот у меня сейчас к вам вопрос. Когда в последний раз вы помните, вот я прям подожду, не буду продолжать. Когда в последний раз вы злились, и вы прям видели, замечали, что вы злитесь. Когда это было в последний раз? Вот напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне прям очень важно это прочитать. Когда в последний раз вы злились? Злились. Пишите. Потому что сейчас идет тема про границы, да? То есть вот хорошие девочки, они не знают своих границ, они не видят границы других людей. Злилась на маму две недели назад. Пишет Вика. Да. Две недели назад. Хорошо. Кто еще, когда злился, напишите. Вчера заметила подавленную агрессию на мужа. Классно, что заметили. Классно, что заметили, Ирина. Сегодня где-то час назад прям топать специально ногами начала, чтобы выпустить, проявить эмоции. Круто, Карин. Это про рост. Я не понимаю, я сдерживаю эту эмоцию. Так, хорошо. Сегодня утром. Когда шла на работу? После отпуска. Мысли, почему я там, где не негативно? Раньше я в себе подавляла или плакала. Да. Смотрите, как раз вот вчера злилась на себя. На себя невозможно злиться. Есть всегда адресат нашей злости. То есть, такая вообще эмоция злости, она всегда направлена на кого-то. Посмотрите, у меня есть эфир на ютубе. К сожалению, здесь он почему-то удалился. И эфир, значит, называется «Почему полезно злиться» или что-то такое. Почему важно злиться. Так вот, смотрите. В субботу. В субботу, да, то есть два дня назад. Смотрите, злость – это наши базовые эмоции. И в целом злиться, если вот прям быть в контакте со своей злостью, то есть замечать ее, разрешать себе злиться и говорить «Окей, я сейчас злюсь, да, потому и потому». И это может происходить просто десятки раз в день. Но сценарий хорошей девочки нам говорит «Злиться нельзя. Если я буду злиться, то я из ранга хорошей перейду в ранг плохой. И как же это мне быть плохой перед мужем, родителями, коллективом, начальником, подругами и так далее». То есть это напрямую связано с отношениями. То есть я не хочу терять свою маску хорошей девочки перед какими-то людьми. Это очень часто, еще раз повторюсь, конкретные-конкретные люди. Так вот, смотрите, получается, хорошие девочки запрещают себе злиться или злятся иногда, или злятся пассивно. Вот пассивная агрессия – это когда я злюсь, но я не могу это сказать, что ты меня задолбал, вообще что ты делаешь. Начинается через какие-то прикольчики, какие-то намеки, что-то такое, знаете, типа, ну вот невзначай, там, я уронила, разбила, или я порвала, там, твою футболку. В общем, пассивная агрессия может проявляться по-разному. И, конечно, экологичнее всего для вас в первую очередь эту злость предъявлять человеку напрямую «я злюсь». То есть, да, так и говорить «я злюсь». Но это очень большая и сложная тема, и я еще расскажу, что вы на моем YouTube-канале, он называется также «Анна Бусил», там есть этот эфир, он в Instagram почему-то удалился, и я всех туда отправляю смотреть этот эфир. Так вот, смотрите, получается, личные границы почему размываются? Потому что чувство злости, эмоция злости – это та эмоция, которая помогает нам отстаивать свои границы. А что такое границы? Да, вот это же не прямые границы, да, там вокруг меня сейчас же вы не видите какой-то забор какой-то, да, пятиметровый. Границы – это все, что касается моего комфорта. Это когда я точно знаю, как со мной можно, как со мной нельзя, как мне комфортно, как мне некомфортно. Понимаете, да, то есть это невидимые. Все, кто был у меня на программе «Самодисциплина любви к себе», мы очень подробно говорили про границы и говорили о том, что, ну, глубоко мы говорили на эту тему. Сейчас вот сколько смогла, сказала вам. Еще раз, личные границы отстаиваются предъявлением злости, предъявлением злости. Да-да, ты же хорошая девочка, веди себя хорошо тогда. И вот хорошая Карина написала комментарий. Веди себя хорошо, тогда что? Тогда ты будешь какой? Или ты что получишь в ответ? Ласку, любовь, понимание, конфетку, деньги. Что вам заплатят за то, что вы хорошая девочка? Вот прям пишите в комментариях сейчас. То есть какой приз условно вас ждет в итоге? Ради чего вы сохраняете? Ради какого поощрения вы сохраняете в себе эту хорошую девочку? И, соответственно, взращиваете, взращиваете, взращиваете. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так что комментарии подвисли, как будто бы. Спасибо, что я вас встретила, столько ценного даете. Обалдеть. Ирина очень-очень рада. Пусть у вас, пусть у вас, пусть это все вам идет на пользу. Похвала от людей. Да, то есть вот я хорошая девочка, и тогда меня хвалят. И тогда меня хвалят. Что еще? Одобрение. Одобрение. Да, хорошо. Еще. Когда мне, ради чего я поддерживаю статус хорошей девочки? Когда я злюсь, я уже говорю, что я плохая дочка. Понимание пришло, что ранее много себя сдерживала. То есть, Вик, правильно я понимаю, что когда ты злишься, предъявляешь эту злость, ты внутри себе это говоришь? Или ты это вслух еще и говоришь? Да, то есть одобрение, принятие, похвала и вот эти очень важные потребности. То есть вы сейчас, по сути, написали свои дефициты. То, чего вам не хватает в жизни. И это очень круто, что вы можете, в принципе, сейчас, просто зайдя в этот прямой эфир, соприкоснуться с тем, в чем вы нуждаетесь и с чем вам надо работать. Вслух на адресата. Ага. Вика, ты неплохая, когда ты говоришь и предъявляешь свою злость. Злость – это вообще эмоция, которая помогла нам выжить. Представляете? То есть это не, к сожалению, в сети вообще, когда психология стала более популистской и доступна большему количеству людей, соответственно, стали делить на черное и белое. К сожалению, людям в большинстве своем не понять, если не разделить какой-то тезис на черное и белое. Вот, то есть все понятно, когда есть либо так, либо так. Потому что, когда ты говоришь людям, а подумайте, вот как бы вам много пространства для размышлений, думайте. Они такие, нет, я не готова, дайте мне либо хорошее, либо плохое. Поэтому этот синдром, он на самом деле у очень многих, у очень многих, даже, наверное, у большинства женщин есть. По причине того, что это очень, как сказать, это очень понятно для, в целом, нашего общества. Так вот, так вот, сейчас вы написали то, в чем вы нуждаетесь, и те потребности, которые вам необходимо удовлетворить. То есть ваши дефициты, проявлять любовь, не будут на тебя обижаться, так я не расстрою родителей. Или веди себя хорошо, чтобы плохо вдруг о тебе не говорили со стороны. И тут сразу вопрос, а кто со стороны, кто такой важный есть на стороне, кто может о тебе что-то подумать. Ага, чувство превосходства над другими. Ирина, спасибо вам за этот комментарий, потому что действительно, хорошие девочки, обычно Ирина такое не озвучивает, вы уже продвинутая хорошая девочка, потому что, ну типа, да нет, нет, я не хочу быть лучше других, я просто, я просто привыкла так делать, это, это моя концепция жизни, говорят они. Понимаете? Но по факту это не концепция жизни, конечно же, это способ, способ удовлетворить вот какую-то потребность, то есть, доминация, доминация, быть больше, важнее, как будто бы, потому что по-другому не знаю как, не знаю как мне по-другому проявить свою силу, что я классная, и тогда я буду по самому простому, по старым граблям и рельсам, да, идти. Ага, злость, эмоция, которая помогла выжить, круто, да. Ага, я хороший, чтобы не потерять работу, а синдром хорошего мальчика тоже есть, но он такой же, как и синдром хорошей девочки, просто так как у нас с вами женская компания, мы говорим про синдром хорошей девочки, но глобально у мужчин он может проявляться точно так же. Да, хорошо, хорошо, я думаю, что вот про злость и понятно, и давайте я несколько таких трагичных, правда трагичных и преступлений, которые хорошие девочки совершают по отношению к себе, я сейчас вам их озвучу, чтобы вы ушли и начали над этим размышлять. То есть я вам всего лишь перечислила там три пункта, да, как идентифицировать у себя синдром хорошей девочки. У нас с 25 июня стартует модуль по синдрому хорошей девочки, вы можете туда все еще записаться. Он стоит 4 900 рублей, пишите мне в директ, что вы хотите, и мы вас впишем в группу. То есть можно поучаствовать только в этом модуле. И действительно вам станет немного полегче жить. Давайте сейчас мы поговорим про деньги и хорошую девочку. Вот как вы думаете, как ваш синдром хорошей девочки проявляется в отношениях с деньгами? Ну-ка напишите. Блин, так я прибавила весе, потому что хочу быть значимой. Ирина, мне очень, я очень понимаю сейчас, о чем вы говорите, потому что я сама прибавила вес для того, чтобы быть более видимой. Ну вот у меня был такой тезис, типа быть более видимой, потому что переехала в Москву, у нее было денег, было сложно. И тогда мне надо было быть, как будто бы, чтобы меня видели среди множества людей, которые в эту Москву приезжают. И тут я начала волноваться, интересно. Ирина, очень-очень классное у вас осознание, прям круто. Пишите себе их. Вот я прям, прям очень-очень важный момент, и вы сейчас говорите. Напишите их себе обязательно. Пожалуйста, синдром хорошей девочки и деньги. Вот как вы думаете, как синдром хорошей девочки у вас проявляется в деньгах? Пожалуйста, напишите хотя бы один комментарий. А, думаю, финансовый поток перекрыт. Вот про деньги подкаст меня тоже задел за живой. Да, кстати говоря, сегодня в моем телеграм-боте был подкаст. Он, конечно, вообще был. Сегодня я прям такая думаю, блин, ну вот что я подбираю слова, скажу как есть, да, скажу как есть. И кто не подписан на мой телеграм-бот, напишите мне в директ, я вам дам ссылку. И там каждую неделю я посылаю аудиопослание. И что еще? И анонсируем эфиры. Анонсируем эфиры, чтобы вы не забывали. Соответственно, ага, большие деньги равно плохой человек. Да, возможно. Перекрыт финансовый поток. Смотрите. Что касается денег. Вообще, вот у меня такие тезисы, да, на тему денег. Смотрите. Первое, это у хороших девочек. Вот Карина близко, кстати, написала. Я два раза его переслушивала, очень круто вы придумали. Ирина, очень рада. Ирина, очень рада. Очень рада. И вы сегодня пишите, правда, такие важные вещи для себя, про зафиксируйте их. Очень круто, спасибо вам, что делитесь. Так вот, давайте про деньги, вот хорошая девочка и деньги. Да, это же всегда интересно. Первое, это то, что у хорошей девочки на самом деле нет фокуса на том, чтобы быть финансово благополучной. Нет такого фокуса. Хотя, может казаться, что есть. Вот как будто бы, да нет же, ты что, Аня, я вот как бы это выстраиваю, все, хочу деньги зарабатывать себе, миллионы, миллиарды и так дальше. Это все мне очень важно. Но это не так. Хорошие девочки не зарабатывают много денег, потому что они, в общем-то, у них есть разные идеи. У каждого это будет своя идея. Ну, например, да, если у меня много денег, значит, я выше своих родственников, своих, ну, там, не знаю, родителей, своих друзей. И тогда, и тогда я плохая. То есть, хорошей девочке невыносимо сталкиваться с тем, что она может быть плохой. И так как хорошие девочки, опять же, не способны отстаивать свои границы настолько, насколько это могло бы привести к финансовому благополучию, то у них денег не будет в том объеме, в котором они могут мечтать. Почему еще раз? Потому что большие деньги, в больших деньгах много злости, друзья, очень много. И так вот, блин, не буду начинать эту тему, она долгая. В общем, вот возьмите просто за тезис. Еще раз, много денег не может быть, потому что иметь много денег, это быть по отношению к каким-то людям плохой. Чувствуете, да? Что еще дальше? Очень часто же женщины с синдромом хорошей девочки, они не хотят выбираться, знаете, вот из болота финансовой неграмотности. Ну, как это может звучать? Ай, ну потом разберусь. Ай, ну что мне этот бюджет ввести? Ай, вот это, ай, вот то. Но как-нибудь выгорит, да, вот такая очень инфантильная детская позиция по отношению к деньгам. Как-то что-то случится, как-то откуда-то они с неба упадут, и я смогу, да, что-то там сделать. Понимаете? То есть суть в том, что неграмотность вот эта финансовая, она, ну, как бы она не называется неграмотностью, потому что хорошие девочки очень часто хорошо учились в школе, да, но вот эта неграмотность, она как раз связана с тем, что я не хочу брать ответственность, правда, не хочу. В больших деньгах много злости, вот как интересно. Да, 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 меня очень волнует, если я буду больше зарабатывать мужа, боюсь, что его авторитет в моих глазах упадет. Вот, как вам такое, как вам такое? Это прям звучит на самом деле немного, вот если вы эту мысль попробуете покрутить с разных сторон, то вы увидите, что на самом деле, если муж авторитетен только за счет денег, то на чем строятся ваши отношения? Вот этот синдром хорошей девочки, он во многом, конечно, он отношение к себе самой, но он напрямую влияет на деньги, то есть почему многие эксперты не зарабатывают, вот по этой причине. И второе, это отношение с мужчиной. Про экспертов заработок мы будем говорить с вами на живых тренингах в Москве и Санкт-Петербурге, так что я подробно буду еще рассказывать, так вот, так вот, так вот, понимаете, да, вот эту связь. Идем дальше. Вот это желание отгородиться от финансовых дел, ну вот желание, вот пусть это меня не касается, пусть оно решится как-нибудь там, как-нибудь само. Да, так и есть, это очень мешает в жизни, я совсем недавно начала себя менять, признаюсь, мне это не просто дается, но желание это изменить выше. Карина, очень круто, безусловно, безусловно, это все, ага, запись будет, да, Ирина, не переживайте. Да, 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 запись будет, хорошо. Так, что еще? Еще как это связано с деньгами? Хорошие девочки не чувствуют и не верят в свою интуицию. Что вообще такое интуиция? Это очень хороший контакт со своим телом. Вот, когда есть контакт со своим телом, то на уровне тела человек может обозначить, это мое или не мое. Я хочу этого или не хочу. И вот, когда есть этот синдром, он как бы, человек отлетает, короче, от тела и не может как раз-таки понять, что его, а что нет. Недавно я поняла, что отсутствие больших денег, это в какой-то степени не сепарация тоже, 100%. 100% это так и есть. И это прям один из частых запросов у меня на сессиях, я больше вам скажу. Хорошо, что вы это поняли. Да, это важно, потому что, ну потому что, да. Дальше, еще хочу про деньги пару взять вам тезисов. Будем тезисы. Ой, что-то все скачет на экране. Что происходит? Конечно же, хорошие девочки очень боятся рисковать. Друзья, все, что касается денег, все, что касается денег, это, конечно же, про риски. Про риски. То есть пойти, сделать что-то, пойти, может быть, ва-банк, не знать, сработает это или не сработает, но попробовать это осуществить. Так, что еще хотела вам сказать на тему денег и синдрома хорошей девочки. Кстати говоря, хорошие девочки очень часто одалживают деньги в долг родственникам или другим людям. Ну и, конечно, вот пренебрежение собственным интересам. То есть хорошим девочкам, вот ко мне опять же запросы идут, ну потому что тема проявления себя, своих талантов, она прям красная нить у меня идет через блок. И я сама очень так проявлена, да, вот то, что мне интересно, я всегда делаю, иду за своим зовом. И, соответственно, ко мне клиенты такие приходят, и очень сложно хорошим девочкам понять, чем они хотели бы заниматься. То есть они что могут говорить? Я не знаю, что я хочу, или я не знаю, кем бы мне быть, или вот я отучилась на брови, на ресницы, на макияж, на маникюр, но как будто бы все не то. То есть вот это ощущение того, что близко, что не близко, оно не свойственно. Ну и, соответственно, вот эти бесконечные обучения, бесконечное все, круговорот, знаете, вот самобичевание. Это про меня, про одалживать, думаю, еще это связано со спасательством. Да, конечно, со спасательством. Вот к интуиции я каждый день прислушиваюсь, и сына этому учу, так круто, он от этого прокачивается. Классно, Ирина, круто. Причем вот что интересно, работать с целями, и вот это все вообще не работает, когда ты не осознаешь, что есть этот синдром. Карина, абсолютно точно. И, в общем-то, тоже я хотела это в качестве такого завершения эфира, про то, что синдром хорошей девочки, он напрямую влияет на уровень и на качество вашей жизни. И если мы говорим про развитие себя как эксперта, как предпринимателя, то в большинстве своем сложно идти во что-то новое как раз вот из-за этого сценария. Потому что новый доход, он всегда подразумевает новый риск, новое дело. И чтобы туда зайти, очень важно отстоять свое новое решение. Ну, например, вы говорите мужу, я буду SMM-менеджером. Это такая, опять же, моя тема, пример из практики. Но муж говорит, нет, я не хочу, потому что ты будешь сидеть в телефоне, ты не будешь заниматься нашими детьми. И тогда девочка что говорит? Ну, ладно, ну, ладно, хотя уже обучение купила. То есть вот этот синдром, он, правда, может оставить вот в таком своем комфортном болотце до конца жизни. И очень много женщин, которые живут, правда, всю жизнь с этим синдромом, не реализовываются, учатся, потому что они хорошие, потому что надо быть хорошей во всем. Еще вот этот момент, да, быть хорошей во всем. И, конечно, это все преступление по отношению к себе. Преступление. Я примерно понимаю, кем хочу работать, но так в итоге и не пойму, кем я по-настоящему хочу быть. В детстве учили, что быть наглой плохо. Да, про наглость прикольно. Иногда брать свое и быть наглой не получается, это как плохая ассоциация. Да, понимаю. Это действительно непросто. Это про смелость очень сильную, да, это очень сильно про смелость. Друзья, вот такой эфир получился. Что забираете? Напишите, что с собой, может быть, один пункт, что с собой вы забираете. И, может быть, как-то возьмете на раздумья. Вот сегодня Ирина написала о том, что аудиоподкаст послушала. Я вам всегда говорю о том, что когда вы уже проинвестировали время, вот вы пришли на этот эфир, вы уже 40 минут сидите в эфире. Я прям себе, кстати, сегодня сказала, что вот 40 минут надо провести и хватит, да. Вы пришли в этот эфир, вы послушали аудиоподкаст, вы уже время проинвестировали. Пишите выводы. И вам очень важно зафиналить и подытожить все мысли, собрать в кучу, понимаете? Поэтому любое потребление какой-то единицы контента, попробуйте оцифровать для себя, что конкретно вы из этого взяли. И тогда вы не будете чувствовать, что время утекает сквозь пальцы, или что вы зря его провели. Хорошо, да, пишите. Развиваться это круто. Еще, еще какие, что важного, что важного вы забираете. Так, давайте еще раз организационная информация. Синдром хорошей девочки. 25 июня стартует модуль, вы можете присоединиться. Стоит 4 900 рублей. Приходите, будем работать в групповом таком формате, групповой коучинг. Написать в директ хочу на модуль, и я вас, соответственно, отправлю. Дальше, в конце июля живое мероприятие в Москве и Санкт-Петербурге. Сначала будет в Москве, потом в Питере. Соответственно, в скором времени будут все подробности. Пока заполняйте анкету, кто в этих городах. Заполняйте анкету на участие. Так, спасибо Ане, некоторые мысли записала, особенно мысли большие деньги, много злости. Буду записывать про отношения с мужем, но на чем они строятся у нас. Спасибо, что потолкнули про лишний вес и свою значимость. Еще, я подключилась буквально в конце, поэтому я буду пересматривать. В любом случае, большое спасибо. Ну что, друзья, всем спасибо, спасибо за работу. Мысль про гнев и деньги прям новая, спасибо. Да, приходите онлайн и будет вам много новых мыслей. Все, всем хорошего вечера. Жду вас на модуле, жду вас на живых мероприятиях в Москве и в на своих коуч-сессиях. Все, всем хорошего вечера, пока-пока.